Всем привет! Меня зовут Лилия Бойко, и в этом видео я хочу с вами поговорить о послеродовой депрессии, а точнее, как ее избежать. Несмотря на то, что в западных странах это явление уже давно изучено, и оно является частой причиной посещения психологов, в наших странах, все же, на мой взгляд, этому уделяется очень мало внимания, и часто мужчины вообще думают, что это какие-то выдумки, а женщинам, недавно родившим, стыдно признаться себе, а тем более окружающим, в том, что вместо того, чтобы радоваться ребеночку, они чувствуют какую-то хандру. На самом же деле причин послеродовой депрессии предостаточно. Во-первых, на вас в один момент сваливается просто огромная ответственность, появляется куча новых обязанностей, практически полностью меняется ритм жизни. Вы уже не можете так часто встречаться с друзьями, как раньше, или выходить в свет. Вы погрузаете в ежедневной рутине, в веренки, распашонки, стирка, глажка, готовка, уборка, кормление. Такое чувство, что вы попали в какой-то просто нескончаемый день сурка. Ребеночек часто плачет, вы не знаете почему, что вы можете делать не так, и вообще, что нужно делать, если это у вас первый малыш. Конечно же, остается меньше времени на себя, и какие-то свои увлечения. Ну и что уж тут скрывать, ваша фигура не в лучшем состоянии. Если раньше вас не все устраивало, то сейчас тем более. Живот, растяжки, и главное, что вы не сможете быстро это убрать, потому что в первое время нельзя заниматься спортом. И еще одно, если вы кормите грудью, то у вас очень ограниченная диета в первые месяцы, так что, как видите, есть очень много причин впасть в депрессивное состояние. Моему ребеночку сейчас 2,5 месяца, и я не могу сказать, что у меня была прямо депрессия, но явно определенные симптомы ее присутствовали. И я поделюсь тем, как я с ними боролась, и возможно, эта информация будет полезна и вам. Во-первых, старайтесь хотя бы в первый месяц не оставаться наедине с ребеночком. Для начала вам нужно восстановиться самостоятельно. Для организма женщины роды огромный стресс, и нужно время для того, чтобы прийти в норму. Ну и к тому же, чтобы вы не бросались сразу за все обязанности самостоятельно и резко. Если вам кто-то помогает, вы можете постепенно привыкнуть к новому ритму жизни. Банально успевать кушать и ходить в туалет, пока кто-то будет сидеть с ребеночком. Ну а потом, со временем, вы уже и сами войдете в новый ритм, в колею, и сможете все делать самостоятельно. Во-вторых, старайтесь гулять на свежем воздухе каждый день. Вам в любом случае нужно выходить на прогулки с ребенком, так делайте это сами, не перепоручайте кому-то другому. Потому что на улице вы и сами проветритесь, перезарядитесь, отдохнете. Ребеночек обычно спит на улице в то время, как дома, он часто плачет, потому что там колики и так далее в первое время. И к тому же на улице идеальное место для знакомства с такими же мамочками, как вы. Всем скучно гулять с колясками, поверьте, они будут только рады, если вы первые подойдете знакомиться, и у вас будет много новых тем, общих тем для общения. Так что пользуйтесь прогулками для того, чтобы знакомиться с другими, такими же молодыми родителями. Третье. Встречайтесь со своими друзьями, старайтесь встречаться со своими друзьями как можно чаще. Во-первых, это отвлечет вас от детских тем, вы немного развеетесь разговорами не о детских каких-то вещах, а о косметике, об одежде, о каких-то новостях ваших друзей. И чтобы не было такого, как некоторые рожают детей и полностью меняют свою кругу общения, уже перестают общаться со старыми друзьями, у которых пока нет детей, а только встречаются и разговаривают, заводят новых друзей, таких же родителей, как они сами. Нет, почему же не нужно абсолютно ни в коем случае прекращать общение с вашими старыми друзьями. Следующее. Старайтесь уделять также время себе. Я понимаю, что времени в обрез и именно временем на себя часто пренебрегают, потому что есть куча и домашних обязанностей, и ребеночек занимает все время. Но старайтесь выкроить это время каким-то образом. Как вариант, вы можете предложить мужу, чтобы после работы каждый день он в течение часа был с ребеночком сам, и в это время вы сможете сделать какие-то свои женские процедуры, принять ванну, расслабиться и уделить время себе любимой. И последнее, но не менее важное. Имейте какое-то свое увлечение, которое будет вашей отдушиной и которое будет вас вдохновлять. Часто именно во время беременности и декретного отпуска женщины раскрывают в себе новые таланты, и потом на этих талантах, на своих хобби они зарабатывают очень даже неплохие деньги, и получается, они меняют нелюбимую работу на дело своего сердца, то, что им приносит на самом деле большое вдохновление, удовлетворение, удовольствие. Так что найдите такое дело, чем вам было интересно заниматься, даже если сейчас вы не будете на этом зарабатывать, в любом случае оно будет придавать вам силы для того, чтобы ухаживать за ребёночком. И ребёнок тоже будет гордиться мамой, которая занимается чем-то увлечённой, имеет какое-то своё дело, какой-то свой бизнес и так далее. Вот, поэтому я надеюсь, мои советы будут вам полезными, вы что-то почернёте для себя. Также расскажите, пожалуйста, под видео, как вы боролись после родной депрессии. Возможно, там будут полезные советы тоже для всех, конечно же. Ставьте лайки, пожалуйста, подписывайтесь на мой канал, если вам было интересно это видео. И до встречи в следующих видео. С вами была Лилия Бойко. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»!